Водитель автобуса избил пассажира и отказался везти людей. Как сообщают очевидцы, мужчина, управляющий машиной на 15 маршруте, накричал на пассажира, стоявшего в проходе. Слово за слово и началась драка. Разъявленного маршрутчика едва удалось успокоить прохожим. В итоге он отказался ехать дальше и не вернул деньги пассажирам. В сентябре двое пьяных водителей пытались дать взятку инспекторам ДПС. Экипаж остановил автомобиль без номеров. В ходе проверки документов автоинспекторы почувствовали от 39-летнего водителя запах алкоголя и предложили пройти освидетельствование на состояние опьянения. Он отказался. Выяснилось, что у него нет прав. Чтобы на него не составляли административку, он предложил взятку. Аналогичная ситуация произошла ночью 17 сентября. Только в этот раз остановили автомобиль под управлением 44-летней женщины, которая была пьяна. Однако водитель стала отказываться от подписи в административном протоколе и предлагала 40 тысяч. В Уан-Удэ люди часами стоят в пробках из-за водителей, игнорирующих правила. Разметка вафельницы на проспекте 50-летия октября стала яблоком раздора. Несмотря на то, что останавливаться на ней нельзя, водители, двигающиеся к элеватору, встают без угрызения совести. Они не дают встречным машинам повернуть на Чертенково. Еще одно недопонимание между автомобилистами возникло на сужение дорог на перекрестке Бабушкино и Терешковой. По Бабушкино из трех полос остается две и водители не понимают, кто кому должен уступить. По правилам сделать это должны водители с крайней правой полосы, с той, на которой идет сужение. Андрей Слепнев, Новости дня.